Продолжение следует... Мариус фон Майнбург, камень, действующие лица, Киса Шварцман, Гейдрун, Мариус фон Майнбург, камень, действующие лица, Киса Шварцман, Гейдрун, Стефанье! Я пока не могу объяснить, что такое современный театр, я просто пытаюсь сделать театр, как я его чувствую. Сейчас. Ну вот я, конкретно я. Шапка такая. Как мы с тобой договорились? Кто держит книжку? Я держу свою так, и ты свою листаешь. Да. Если бы артисты легче доверялись, ну, к эксперименту какому-то, и сами тоже пытались себя открыть с той стороны, с которой они себя еще не знают. Ну, какой-то легкости, вот, без головы, чтобы так вот бросаться, ну, вот пробовать, и не бояться, что это как-то там глупо или нелепо. То есть какое-то... присутствует держание за вот эту вот юбку Академии. То есть у нас же так... это же как-то вроде бы что-то не то, и так страшно отпустить эту юбку. Что-то такое есть. Потому что режиссер еще молодой, и он еще не обосновывает так очень, ну, бороды нету, пиджака кожаного. И только придет какой-нибудь дядя, скажет, сделай так. Ну, молодому артисту придется сделать. Так как я молодой режиссер, то мне будет говорить, ну, что это такое, зачем это вообще? Вот такая проблема. Вашему мужу осталось только подписать. Тогда все будет ваше. Мы за это время как раз успеем кофе выпить, фрау Хайзинг. Не откажусь, фрау Шварцен. Не откажитесь, фрау Шварцен. От кофейку, фрау Шварцен. Я решила поступать, по-моему, годика в три. Ну, это мама мне так рассказывает, что я там ходила по квартире, рассказывала какие-то стихи, песни пела на балконе. То есть у меня балкон был так как сцена, а внизу ходили зрители. А я вот тут на втором этаже и выступала. Вот. И я с детства говорила, у меня был псевдоним Бусланова. Вот. Я говорила, что я буду только артисткой. То есть других вариантов, в принципе, у меня не было. Я знала четко, что я буду поступать на актерский после 11 класса. Но когда я шла поступать, мне сразу сказали, что, ой, большой конкурс, может, вы и не поступите. Когда я ходила на отборочные. И когда ты поступаешь, это просто нереально. Кажется, что все. Дальше будет, ну, будет сложно учиться. Будет все, но дальше все будет хорошо. Несмотря на то, что будут там трудности и так далее. Но самое главное, ты поступила. И сейчас пойдет все самое-самое замечательно. Мне кажется, у всех так. Музыка. 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 Я хочу подавать Ну лучше что у нас Я хочу, чтобы мы все с ней сидели Ай да Лошадь нельзя у нас Все серьезно Ники, надо спешить Раз Я когда поступала я реально не представляла Точно А ну так сложилось Что сначала было очень сложно Но потом когда привыкла оказалось что Со временем привыкаешь на самом деле да Я думаю что в принципе никто Все кто поступал никто не знал на что они идут Все поступали сюда думали что будет Как то немножко проще А в итоге получилось сложнее Но все равно как бы Со временем все Как это выразить правильно Уравновесилось да Вошло в привычку просто и поэтому Как бы сейчас проблем не возникает с этим А не просто ты занимаешься Потому что другого выхода нет Я к ним отношусь как к профессионалам С которыми буду работать в дальнейшем Не как к студентам Ни меня уже нет Или мы в соседях Его мало Все осталось только У нас занятия проходили так Мы приходили Маду, стоим 20 минут в маду, потом перевалимся на одной ноге, постояли, 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 10 минут и постояли на второй ноге, потом мячики, 25 минут мы стояли, жонглировали, 1 рукой, 2 рукой, потом И так у нас проходило каждое занятие. А что ты вообще хочешь предметов? Ну, то есть, какие задачи для тебя? Это чтобы они все умели. Они умеют все и так, правда, Саша? Обычный экзамен нудно проходит. Первого курса. Ну, что показывает? Жонглирование, палочку покрутить, палочку покрутить и пантомима. Все нудно. Ну, то есть, все приходят, знают, что будет так происходить. У нас было чуть по-другому. Мы выстроили, мы выстроили, сделали то, что... Я сделал так. Здравствуйте. То, что им было интересно. То, что им было интересно, мы брали много чего. Все, что мы успевали делать, все, что им нравилось, мы оставляем. Антон, послушай. Нужно, чтобы было все серьезно. По-другому никак. Мне не нравится ваше отношение к происходящему. Если вам не нравится, я говорю, можем убрать. Будете стоять и жонглировать. Будете стоять и плохо жонглировать, значит. Будете стоять и вообще плохо жонглировать, просто стоять будете. Бывают, конечно, случаи, когда ты видишь, что человек, на самом деле, наверное, ему не стоит поступать. Просто ему надо как-то об этом сказать, но говорят иногда не в лучшей форме это. Ну, говорят очень грубый наотрез, как отрезар. Ну, хотя, по-моему, у нас, как бы, в академии нет такого, чтобы говорили там в грубой форме. То есть, все равно пытаются как-то так аккуратно приподнести. Я сейчас бы не спрашиваю, после того, как не проходило. Нет, ну, хотя просто, нет, просто я помню даже ситуацию, когда набирали ребят на курсы, которые собираются, ну, поступать в академию. То есть, ну, Ирина Ивановна говорила открыто о том, что, ну, вот ты посмотри на себя, и, ну, ты точно уверен, что ты хочешь сюда поступать? У того маленький рост, у тебя там такой голос, у тебя там такой голос. Понимаешь, когда идет очень жесткий отбор, конечно, очень опасно промахнуться или не промахнуться, потому что все равно это влияет на судьбу человека. И, конечно, не хочется набирать лишнего балласта. Это очевидно любому мастеру, потому что ему же потом работать, и свои нервы и кишки тратить на то, чтобы будить человека, который, может быть, это в принципе не предрасположен к этому. Поэтому, конечно, вступительная компания, это, с одной стороны, это лотерея, с другой стороны, это очень важный поворотный момент. Вот как-то наберешься, с этим курсом потом и работать. Пожалуйста, поехали. Пожалуйста, поехали. Я помню Академию, что мы, во-первых, первую половину семестра, это ничего не делаешь, потому что не знаешь, что тебе делать. Наши руководители, они в Волгограде, к примеру, да, и мы не знаем конкретные себе задачи. Но самое, что потрясающее в нас было с первого курса, то, что мы не расходились по думам того, что нам нечего делать, а мы все равно были вместе и, грубо говоря, пьянствовали. Пьянствовали и хорошо пьянствовали в том смысле не то, что там, как мы классно пили, а в том плане это нас сближало. И вообще все говорили, да, это вы такие дружные, только будете первый курс. Как ни странно, второй, третий еще больше, четвертый еще больше. Для меня воспоминания Академии, это, как моя мама говорила, Сережа, студенческие годы, золотые годы. Банальная фраза, но это действительно так, потому что воспоминания, связанные с Академией, они оставляют только приятный осадок. И в плане отношений друг с другом, в плане репетиционного процесса мы получали такое удовольствие, даже от того, что зачастую не было наших руководителей, мы все равно собирались сами, что-то лепили. И мы лепили, и мы радовались тому, что мы вместе. Были какие-то такие терки, ну, которые естественные терки, без которых, мне кажется, и неинтересно было. И это здорово, что это у нас было в жизни, потому что Академия – это классно. Ну, тут несколько позиций. Это и физическая форма, в первую очередь, и это необходимость артисту в нужном эпизоде, в спектакле или в фильме станцевать, если там имеется по сюжету танец. И плюс еще танец позволяет телом почувствовать то, что, может быть, он не совсем понимает теоретически. Батман фонди у пятой позиции. 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 так сказать, несгибаемой, и будет трудно. Но если он действительно поступил учиться профессии, а не быть на экране или на сцене, а именно пришел учиться профессии, он сможет со своим телом сделать многое. С кем-то говоришь, как говорится, полонаметами, больше даже глазами тебя понимают, а кому-то нужно больше объяснить, а кого-то как бы попросить и заставить, и потащить, пока он поймет, созреет. А может быть, он и не поймет, не созреет, значит, вот этот человек не способен заниматься этой профессией. Не потому что он не талантлив, он не способен просто. У него не хватает силы воли, у него не хватает терпения в выдержке настойчивости, азарта. Когда приходят сессии и идут за что-то экзамены, тогда действительно вся кафедра собирается, обсуждает. И выясняется, что да, вот одни и те же фамилии звучат одинаково. А что делают эти студенты? Что делают? Ну, бывает, нужно разобраться. Бывает, студент еще не совсем понял, что от него требуется здесь. А может быть, он какое-то время проучился, и он не туда пришел учиться. Просто бывает и так. Наверное, ему не надо терять время и срочно понять, куда идти дальше. В принципе, я не знал, по-моему, я поступаю, но я тоже не знал, но мне просто сказали, что вот, если ты попадешь сюда, то не зря и очень круто. А оправдались эти ожидания? Да. Ну, я не знал, по-моему. Мне до сих пор мы оправдались. Да, то есть мне кажется, что педагог лучше, наверное. В принципе, лидер лисей. Лучше, наверное. Ну, и педагоги наши, это как бы, ну, не знаю, может быть, ну, может, это мое мнение, но как бы я считаю, что это, в принципе, как бы, ну, лучшие педагоги вообще готовы. Изначально, в основном у всех, было такое ощущение, что... Не ощущение, наверное, отношения к педагогам, что они все-таки знают больше, им виднее, где-то они могут тебя поругать, где-то они могут на тебя наорать, им это прощается, потому что это педагог, потому что он знает больше. И вот у меня, например, где-то после первого семестра уже были такие сомнения по поводу, имеет ли педагог право на меня орать, и вообще знает ли педагог что-то о своем предмете. Киса так хорошо играла. Я так хорошо играла. Киса так хорошо играла. Можно я раз это... Конечно. Я боюсь, что я вот туда так игру. У меня происходила так вся система. То есть первый год я все равно была в эйфории от предметов, от структуры занятий, от того, что первую часть дня ты, например, сидишь на парах, вторую часть дня ты вкалываешь на актерском мастерстве, летом танцы и так далее, ходишь домой никакущей в 11-12 ночи, потом где-то с октября месяца это начинается... 7 дней в неделю ты находишься в академии, постоянно репетиции, постоянно репетиции в коридорах и так далее. Это все равно, это безумно подстегивает, потому что ты всегда об этом мечтал, это очень интересно. На второй год, первый семестр второго курса, я помню, что это было как бы еще после вкуса и от первого курса, что что-то вроде происходит, но уже что-то не то. Это, по-моему, самый жесткий момент, это конец второго курса, когда ты понимаешь, что это уже не первый курс, ты как бы уже второй год ничего не делаешь. То есть второй курс ты профукал, получается. Ты вроде занимаешься, но это псевдо. То есть это только каркас, ты ничего не делаешь. Ну, ты уже привыкаешь к тому, что происходит. Ты понимаешь, что ты ничего не изменишь. Не у кого брать. Ты знаешь уже всех педагогов в академии, и ты знаешь, что да, ты можешь сходить к Александре Израилевне попеть. Да, ты научишься лучше петь, потому что она хороший педагог, она дает там в вокальном отношении, где-то в актерском. Да, Филатова научит тебя тянуть красиво носочек. А дальше что? А играть? Ну, какое-то актерское мастерство. Дальше что? Мусор забыла выкинуть. Мусор забыла выкинуть. Мусор забыла выкинуть. Как научить мастерство? Ну, ты же знаешь, Таня, что у нас же вот такая сформировка. Научить нельзя, научиться можно. Надо научиться. Ну, как, ну, как, что значит, как научить? Как научить художника рисовать? Взять, берешь карандаш с детства, но художникам легче. И как актерам, допустим, балета, да, им с детства, они, с ранних лет, начинают делать. У них есть, у них есть ремесло, да, основа ремесла. У нас не учить этому основу ремесла, мы начинаем с нуля, так ведь, да? А как научить? Это, ну, чтобы было в человеке какое-то, ну-ка, качество артистическое определенное. А если у тебя нет этих дарований актерских, не научишь. Значит, так. Я сегодня созвал вас специально, потому что я чувствую, что у нас возникает серьезная проблема. Мы увлеклись, может быть, в какой-то момент индивидуальной работой, забыв про групповую работу. Тем не менее, уже по каким-то отрывкам, я вижу, что не хватает таких общих групповых занятий, особенно по очень важной для нас теме, как общение. Вот сейчас я буду дать вам ситуацию. Попытайтесь просуществовать в этой ситуации информационно, насколько вы сможете. Попытайтесь. Ну вот разными способами пытаюсь и так, и так, и так подойти, иногда смотришь, человек закрывается, зажат, вот твоя задача раскрыть его, конечно, пытайся наладить какой-то язык доверительный, чтобы он чувствовал, что ты не просто лезешь к нему в душу, а с какой-то благой целью, начинаешь наводить с ними контакты, интересоваться их жизнью, их мировоззрением и так далее, и так далее, и вкус начинаешь внедряться в его личную жизнь, потому что актер же работает чем? Душой и телом, душу нужно знать человека, надо же как-то, чтобы она открывалась, это же наш инструмент, актер же, специфика актера в чем заключается, в том, что одновременно он и автор, то есть мастер, да, он и материал, и инструмент, все в одном лице собрано, в отличие, допустим, от других профессий творческих. У нас никогда не было грамоты, Станиславский первый как бы создал такую вот первую грамоту, еще в ней пытаемся разобраться, потому что еще не все ясно, при жизни Станиславского было только одна книжка вышла, которая, работа актера над собой в процессе переживания вышла, он получил эти грамки и в этот же день открыл, говорит, так, глава общения не подходит, стал переписывать. Они этого не сделают. Все говорят, что сделают. Вон сколько в городе бежится. Как бы сказать, кажется, что каждый актер, он же хочет, тем более студент, ну, когда они там делают монологи по речи и прочее, им хочется, ну, много, чтобы меня на сцене было много, а когда мне надо ждать или там быть, там, черным платочком, то мне уже как бы немножко скучновато, то есть я не в свету, не на первом плане. Вот такое, наверное, больше, если бы испытывали все больше радости от работы в ансамбле, наверное, им было интереснее, работалось, ну, ощущение того, что мы все вместе создаем какой-то там волшебный мир, вот. То есть вот этого эгоизма, ну, здорового артистического эгоизма, вот, если бы его все-таки, может быть, чуть поменьше. Дедушка сказал, что это было, у меня сейчас все же чередно. Что? Постой здесь за свет. Есть цвет. Можно убрать, отрезать вот этих дам стоящих. Вам пора домой, да? Актерская школа, мне так чувствуется, что есть, вот. Думаю, что большая проблема в том, что нет актерско-режиссерских курсов, где вместе бы варились актеры и режиссеры, чтобы артисты чуть были более просвещенные в вопросах режиссуры, потому что часто они как-то совсем не знают, что такое режиссура. Ну, не знаю, судить, наверное, нужно по молодому поколению. У нас, ну, как бы, Корнякова, Веркова, ну, из таких, кто на поверхность выплыл, выгреб и активно работает. Ну, то есть, это экспериментаторы. Ну, за экспериментом, наверное, вот будущее. Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Изначально было просто, когда даже не танцы делал, и это, можно сказать, тоже, да, то есть, было преподавание, хотя, ну, незаконное, потому что я работал как режиссер, и мне за это не платили, то есть, это чисто инициатива была с друзьями работать. И понял все равно, когда ты ставишь спектакль, ты объясняешь очень много, да, то есть, и так как у нас нет, вообще не объясняется тело, да, то есть, единственное замечание по телу, это похудей, ну, и все, да, то есть, похудей и легче, и легче, все, да, то есть. И когда я уже начал, как бы, работать с телом, понял, что очень много законов надо объяснять, все-таки, существование, стилизация, работа, да, то есть, с ритмом и тому подобное. Ну, и тогда понял, что мне довольно-таки интересно еще объяснять, почему это такие законы, существование тела. Мы с дочерью живем вдвоем, у нас нет в семье кормильца, и мы живем очень бедно, иногда нам даже нечего есть, а однажды она принесла домой волшебный горшочек, который, когда, ну, скажешь, раз, два, три горшочек варим, он начинает варить горячую, вкусную кашу. Аня, что-то ты не выходишь на этот, понимаешь, и то же самое там еще можно сделать, когда ты первый раз говоришь, раз, два, три горшочек не варим, вот единственное, что мне надо было сказать, надо сыграть это в начале, что раз, два, три горшочек не варим, и все, и я бы не убила весь мир. Выключи, включи. У меня другой театр, у меня совершенно другой, у меня другое представление об актерах, я понимаю, что сейчас как бы уже театр не тот, который был, который они строили, те, которые до сих пор его строят, он уже другой. И поэтому, почему такая вещь, когда ты приходишь в театр, а тебе хочется тошнить, хотя актеры хорошие, да, то есть вроде бы, и ставят они хороший материал, вроде бы. Но, когда ты читаешь Гоголя, тебе нравится, когда ты смотришь его, тебя тошнит. Ну, что-то ж не так. Я стараюсь вообще тут ничего не узнавать и не жить, потому что мне кажется, тут какое-то болото. И я пытаюсь, да, то есть как бы не накладывать на себя это болото, общаться с другими педагогами, либо ходить на другие курсы, мне это совершенно неинтересно. То, что я вижу, то, что выходил, вот я сходил, выпускался недавно четвертый курс, я был в шоке, то, что я увидел, и, ну, решил, все, больше никогда в жизни я не пойду. Мне казалось, это самодеятельность, это дурновкусие. Включите свет. Мне тут как-то луком, а чего дать? Вообще, глаза следят. А вот здесь что, и видите, как вы сидите. А Олеся, раз опять, да, то есть как ты понимаешь, что подобное? Я понял, что, ну, скорее всего, это, ну, последнее, да, то есть, как бы, больше я не хочу преподавать. И вот, если я взялся, возможно, я доведу до четвертого курса, и то, возможно. Меня убивает их лень, я не знаю, как их будить. Меня очень убивает их лень. Причем у них есть моментами, когда они просыпаются и делают очень много. Потом есть, когда они меня два месяца кормят завтраками. Жук. Ты лук намазала? Я сейчас ничего не могу вам ответить. Ты лук намазала? Конечно. Ты должна сбылать, да. Яблоко неплохо, не получается яблоко. А, ну, отлично, давай тогда спалим кожу себе. Все поступают народными, потом они становятся заслуженными, потом они становятся актерами, а потом они становятся говном. Это известнейший факт. На четвертом курсе это уже говно. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь, и дальше тебе некуда идти уже. Как попадать в театр, это очень интересная история. На третьем курсе, да, на третьем приходит к нам мастер и говорит, вот девочки есть, вакансия в кукольный театр. Нужно идти попробоваться. Мы уже все так обрадовались. Я помню, девочкам и так не попасть. Мастер говорит нам, условия отбора, это был шок. Надо было влезть в платье. То есть в театр попадал тот, кто влез в красное платье. Он показал, ты, ты, значит, пойдете первые пробоваться, влезете ли вы в платье. Саша наша Аверкина влезла в платье, прошлась по сцене просто. Ей сказали, Сашечка, ты не подойдешь, потому что у тебя ножки толстоваты. В каком спектакле вы играетесь? Правильно? Правильно. Ну, по-разному. По-разному. Я не знаю, я не могу как бы из-за всех отвечать. Могу сказать там только за наших ребят. Я знаю, что там кто-то попал в театр, кто-то нет. Кто-то попал в менее масштабный театр. Убедился, что это не совсем так, как он себе представлял. И понятно, допустим, тот же Игорек Басак говорит, я так, конечно, не протяну, мне нужно семью кормить. Веры уже в что-то хорошее у меня в актерском мастерстве, у меня в театре, театра в Беларуси, у меня уже нет. Когда вот спрашивают, да, привет, как дела? Ну, нормально. Ну, как обычно. Я отвечаю одинаково, как обычно. Вот, а что у вас в театре, я отвечаю. Как и везде, потому что, ну, все как везде. Везде одинаковая задница, простите меня, да? Везде ничего толкового не ставится. Непонятно почему. Нигде нет нормальных тех же зарплат. И как бы, ну, ничего нет. Люди приходят в свой репертуарный театр, в свои спектакли, отдыхают, спокойненько уезжают домой. Артисты, которые были студентами, которых я знал, например, да? Те, кто выпускались из академии и шли в театр, шли с надеждой, шли с надеждой, что мы будем работать, что мы будем заняты, что мы будем нужны, что мы сможем что-то сделать хорошее и нужное. Вот, а как бы в итоге ничего не делаем, потому что мы никому не нужны. Отношения, смотри, какое. То есть, ну, приходят люди в театр, да? Смотрят и говорят, о, говно. Ну, и все равно оценивают, ведь, актеров, то есть, никто же не говорит, что вот режиссер, там, они ведь в галереи ходят, они смотрят на фотографии. О, плохой, о, плохой. И как им доказать, нет, я хороший, я... Вы придите, посмотрите в другом спектакле, я очень хороший. Спасибо. 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 Спасибо.